В Беларуси бережно хранят память о герое Советского Союза, герое социалистического труда, первом секретаре Центрального комитета Компартии Беларуси, выдающемся государственном деятеле Петре Мироновиче Машерове. В нашей стране ему установлены памятники, посвящены музейной экспозиции. Гордо носят его имя улицы и проспекты, а также многие учебные заведения страны. Такой честь и в 2005 году удостойны Брестке областной лицей. Имя Петра Мироновича Машерова для лицея, для каждого лицеиста, для каждого работника значит очень много. Именной лицей значит повышенная ответственность. Именной лицей значит действительно мы должны соответствовать этому имени. Мы должны показывать высокие результаты в нашей работе, лицеисты в учебе, в исследовательской работе. И именно с этой точки зрения то, что лицей получил имя Петра Мироновича Машерова, это для нас огромное благо. Это та путеводная звезда, за которой мы идем. Именно поэтому 105-летний юбилей Петра Машерова в лицее отметили торжественной линейкой, на которой собрались все учащиеся и преподаватели, ветераны и почетные гости. Было сказано многое о судьбе личности человека-легенды. А цветы, возложенные к памятной доске, стали символом глубокого уважения к жизни и наследию Петра Машерова. Очень разносторонняя, незаурядная личность. Он очень много оставил после себя учеников. Он очень был наглядным в качестве примера служения Родине, служения людям. Он был необычайно прост в общении. Он был доступным для всех и брещан, и всех белорусов. Эти слова подтверждают сегодня и те, кому посчастливилось лично знать Петра Машерова в те времена, когда он руководил обкомом партии города Бреста. Облетал он с вертолета сверху, смотрел посевы после зимовки. Увидел пойма Яседы, небольшую вымочку, не пересеянную. Ну и мне говорит, почему так случилось, вот у вас в одном хозяйстве есть. Но я был уверен, что у нас все пересеяно, потому что у нас были акты, заактировано это все. И я возразил на Шерова. Он с секретарем, вторым секретарем, женщина была у нас Ольга Васильевна, по полю прошелся и говорит, я вот побывал у вас, и у меня на сердце отлегло. Когда я был весной, я думал, вот будет пленум, наверное, на пленуме вот я покритикую вас за это. А вы получили такой хороший выражай. Как бы я теперь смотрел вашему первому святеру глаза? Так вот, я подумал тогда, когда Оля Васильевна рассказала об этом, сколько меня в жизни критиковали, правильно и неправильно. Но никто никогда не извинился и слова, если неправильно критиковали. А первый секретарь ЦК Компартии признался прилюдно, что он обижался бы сам на себя, если бы он покритиковал несправедливым человеком. Когда он приехал в район, он сразу спросил, как дела у меня. Я рассказал, но он выслушал и сказал, я понимаю, что у тебя все будет нормально. Расскажи, как люди, которые работали еще со мной здесь, в этом районе, вот здесь, в этом колхозе работал такой-то. И он начал говорить имена людей, и меня поразило с этой памяти, потому что он, когда работал секретарем Брестского Компартии, он всех помнил еще с тех времен. При руководстве Машерова люди стали жить ощутимо лучше. Республика приросла, рядом знаковых предприятий в Минске начали строить метро. При его участии создавались культовые мемориалы «Брестская крепость-герой», «Хатынь», «Курган-Славы». Машеров был человеком дела, умел слушать и говорить, работал на совесть. Сегодня лицеисты действительно имеют в его лице хороший пример для подражания. Да и сам Петр Миронович наверняка бы гордился такой молодежью. Наш лицей носит почетное имя Петра Мироновича Машерова, человека нелегкой фронтовой судьбы, видного государственного деятеля, внесшего большой вклад в развитие всей республики и нашего города в частности. Присвоение такого почетного звания стало для нас большой честью и ответственностью. Я думаю, что выражу мнение всех лицеистов и преподавательского состава, если скажу, что мы должны быть продолжателями лучших традиций, дел, начинаний Петра Мироновича Машерова и нашего лицея. Для нас это очень важно, как для подрастающего поколения, как для той молодежи, которая учится в стенах прекраснейшего учебного заведения, названного в честь нашего белорусского героя Петра Мироновича Машерова. И для нас очень важно знать историю, чтобы стремиться быть такими же, подражать и учить этому новое поколение.